Всем привет! В этом ролике поговорим о том, как добавить платежные системы в ваш проект и о том, как настроить и автоматизировать оплату и прием платежей. Сразу хотелось бы говорить несколько вещей. Значит, во-первых, этот ролик в какой-то степени является промо. Промо в том числе моих услуг. Здесь вы можете найти ссылку на мой профиль в Телеграме. Если вам нужна будет вдруг какая-то помощь или если вы хотите реализовать свой какой-то проект и у вас нет времени или, возможно, нет навыков, то пишите мне за скромную плату, помогу со всеми разобраться, все настрою, все сделаю. В общем, если что, если вдруг надо, пишите. Это первый момент. И второе. Значит, показывать буду на примере Телеграм-бота, и в этом ролике не будет никаких гайдов о том, как писать сайты, как делать, как разрабатываются боты. То есть, как бы, тема ролика — это интеграция платежных систем в ваш проект, да? Поэтому, то есть, это уже, как бы, подразумевает то, что у вас есть какой-то проект готовый, и вы хотите каким-то образом его монетизировать, да? Поэтому, опять же, то есть, если у вас такого проекта нет, но вы его хотите очень, то пишите мне, вот. Но сегодня будем говорить непосредственно про подключение платежей именно в готовый проект. Так, значит, дальше. Весь исходный код открыт, ссылка будет в описании, ссылка будет в Телеграме, если вы нас, если вы к нам с Телеграмом пришли, да? Ссылка вот тут, и здесь вы можете посмотреть, значит, исходный код. И также, если вы уже уверенно себя чувствуете в программировании, то, в принципе, не составит труда разобраться с тем, как здесь все устроено, да? Потому что, тем более, что, как бы, все основное, все самое полезное лежит в папочке Payments, и вообще здесь, как бы, все очень удобно разбито на папки и файлы. Поэтому, если вы разбираетесь в этом, знаете, что делаете, то, в принципе, вот, можете уже забирать готовое и пользоваться. Потому что разобраться там не составит особого труда, тем более, что я, как бы, все функции старался подписывать. То есть, в принципе, быстро поймете, что к чему, и, в общем-то, пользуйтесь на здоровье. Если же вы не настолько в себе уверены и хотите получить каких-то дополнительных комментариев, хотите послушать и разобраться в том, как это все работает, то оставайтесь. Сейчас буду подробно рассказывать про то, как регистрироваться в платежках и про то, как здесь все устроено. Значит, если гита у вас нету, то просто нажимайте на кнопочку Download Zip, скачивайте архив, распакуйте его и открывайте в любом удобном редакторе кода. Если у вас есть гит, то, соответственно, ссылка вот, и в описании она тоже, кстати, скорее всего, будет. Копируйте ее и, значит, в вашем редакторе кода в терминале пишите гит, клон и, соответственно, ссылка. Клонируем и давайте я открою эту папку. Итак, наш проект переместился в наш редактор кода и давайте сразу здесь сделаем некоторые приготовления. Во-первых, нам нужно будет обязательно создать файлик .env, только не в папке dat, а в корневой папке. И добавить сюда некоторые переменные. Для этого зайдем в папку data, откроем файл config.py и выделим вот это все. Нажмем Ctrl-C и в dtenus нажмем Ctrl-V. Но вот это вот все нам придется удалить. Точно так же, как и вот это. Вот это вот это и вот это. Соответственно, теперь опять же колесиком мыши все это выделяем и здесь нажимаем, здесь прописываем равно. И давайте теперь по очереди заполнять все эти переменные. Начнем с самого простого, с получения токена. Подробно останавливаться я не буду, вы все наверняка сами знаете, как создают ботов в телеге. Просто заходим в ботфазера, прописываем команду newbot, пишем название, пишем никнейм, который обязательно должен заканчиваться на бот. И получаем наш HTTP API токен. И здесь жмем Ctrl-V и сохраняем. Ну и теперь давайте регистрироваться уже непосредственно в платежных системах. Первый у нас на очереди Umania. Чтобы в ней зарегистрироваться, нужно будет перейти по ссылке, которая опять же будет в описании, будет в телеграме. Ссылка эта выглядит следующим образом. И да, кстати, забыл упомянуть, что это будет работать только в том случае, если у вас уже есть аккаунт Umania. Поэтому если вы в этой платежке не зарегистрированы, то регистрируйтесь, проходите авторизацию, это обязательно. И после этого открывайте вот эту ссылку, и у вас появляется окно регистрации нового приложения. Вот, в общем-то, я на самом деле сам тут проделывать этот этап не буду, потому что у меня уже во многих других проектах все настроено, и я боюсь, что у меня там все слетит. А это, как вы понимаете, потенциально упущенная прибыль, поэтому я вам все подробно расскажу. Ну, надеюсь, никаких трудностей не возникнет. Значит, сначала заполняем все поля. Здесь пишите название вашего проекта, либо если же вы какой-то конкретный товар продаете, то пишите название своего товара. Вот это поле, скорее всего, можно ставить пустым. По-моему, я здесь ничего не указываю, и вроде как даже это и не обязательно. Но если вас попросят указать, то лучше укажите, конечно, свою реальную почту, потому что, возможно, какие-то на нее придут подтверждения. Но это не точно. И вот в этих трех, значит, полях просто указывайте ссылку на своего телеграм-бота. Именно не никнейм, а ссылку. То есть ссылка должна начинаться вот с http, да, или, точнее, как там будет, tme, слэш и никнейм вашего бота. То есть вот в этих трех полях просто ссылку на бота ставите. Вот эту галочку нажимать ни в коем случае не стоит, потому что иначе этот способ не сработает. И нажимаете вот на эту кнопку, у вас тут будет написано, что подтвердить, да, подтвердить, все верно. Все, нажимаете. И после этого перед вами появится новое окно, в котором будет написано, что вы создали новое приложение. И в нем будет вам выдан client ID. Куда нужно вставить этот client ID? Значит, открываем здесь файлик youmoney.auth. То есть это здесь мы будем авторизацию приходить, да. И указываете полученный client ID вот здесь. После чего вот в это поле указываете снова ссылку на свой телеграм бота. То есть то же самое, что вы указали вот здесь, вот в этих трех полях, вы теперь то же самое должны указать и вот здесь. И запускаете вот этот вот скрипт. Соответственно, если у вас PyCharm, то здесь правой кнопкой мыши запустить. Если у вас есть код, то run python file. И этот скрипт сгенерирует ссылку, по которой вы должны будете перейти и подтвердить создание нового приложения. То есть у вас в терминале появится ссылка. Вы по ней переходите. И перед вами открывается окно с подтверждением. То есть перед вами откроется окно, в котором вы должны будете подтвердить, что вы хотите создать приложение, через которое можно будет проводить оплату и все такое. То есть главное проверьте, что название приложения совпадает с тем, что вы ввели до этого. И после того, как вы подтвердите создание приложения, вас перекинет на другую страницу. И здесь вместе с ссылкой, скрипт вас попросят ввести redirect URL. То есть у вас будет такой запрос, мол, redirect URL, двоеточие. И здесь вам нужно будет вставить как раз ту ссылку, на которую вас перекинет. То есть еще раз, после того, как вы подтвердите создание приложения, вас перекинет на другую страницу. То есть произойдет redirect. И вы должны будете скопировать открывшуюся ссылку. И, кстати говоря, это будет ссылка на вашего Telegram-бота. Потом знак вопроса, код равно и какой-то код. Вы просто копируете вот эту ссылку, которая у вас появится. И после того, как вы ее скопировали, вы ее должны будете ввести как раз в терминале. То есть у вас будет здесь запрос, enter redirect URL. Вы просто сюда жмете Ctrl-V. И скрипт, вот этот, выдаст вам access token. То есть, ой-ой-ой, не то жму. То есть этот скрипт выдаст вам access token, который вы копируете и обязательно себе сохраняете. Потому что он вам пригодится непосредственно вот здесь. И да, что касается, значит, кошелька, да. Ваш access token будет иметь следующий вид. Это будет набор каких-то цифр. Условно говоря, 4, 1, там парочка нолей и просто случайные цифры, да. После чего точка и набор, набор просто рандомных букв и цифр, да. Ну, это я просто для примера написал. На самом деле он будет в несколько раз длиннее, да. Но здесь, что важно, у вас будет сначала набор чисел, да. И только потом уже сам токен. Так вот, этот самый набор чисел, это есть номер вашего кошелька, Юмани, да. И вы можете в этом убедиться, открыв личный кабинет на портале. И там найти точно такой же, значит, номер кошелька. Вот, поэтому либо из токена копируйте номер кошелька, либо из личного кабинета Юмани. Но они, если вы все сделали правильно, они будут совпадать. И вставляйте это, вставляйте это вот сюда. Следующее это у нас Ayo. Про нее не хотелось бы подробно говорить, потому что там еще надо будет пройти, надо будет, чтобы ваш проект прошел модерацию. То есть, как бы, всех вот этих вот нюансов я вам показать не смогу. Но вот здесь, в папке Payments и файле Ayo API, здесь есть все необходимые ссылки. То есть, вы заходите, после того, как вы зарегистрировались на Ayo, и после того, как вам одобрили ваш проект, вы переходите вот по этой ссылке и забираете оттуда Merchant ID, Secret Key и API Key. Причем, обратите внимание, что ключ API немножко в другом месте лежит, да. Вот, в принципе, также, если вдруг по какой-то причине эти ссылки не будут работать, то просто в личном кабинете, там будет в меню, соответственно, разделы и личный кабинет, и раздел с API, и оттуда уже, собственно, берете свой API-ключ. Главное, что я хотел упомянуть, это то, что при создании API-ключа вам нужно будет указать API-адреса, с которых можно будет делать запросы. И вот здесь как раз важно при создании API-ключа добавить правильный API-адрес. Ну, то есть, ваш проект наверняка на каком-то хостинге, да, уже стоит, потому что иначе, как он будет работать, 2.4 на 7, да, если вы, запуская его на локальном компьютере, он перестанет, ваш проект перестанет работать, когда вы, как только вы включите компьютер. Вот, поэтому наверняка он у вас уже на каком-то сервере стоит, и вы должны будете, соответственно, указать IP-адрес вашего сервера. Вот, и также повнимательнее с IPv6, IPv4. В принципе, если у вас IPv4 есть, то вы можете просто указать там 400, да, в IP, и тогда будут доступны запросы сразу со всех IP-адресов. Если IPv6, то указывайте реальный IP. Да, и на самом деле для IPv4 тоже лучше указывайте свой реальный IP-адрес. Точнее, как я уже сказал, IP-адрес вашего сервера, на котором стоит проект. Вот, потому что в противном случае, когда скрипт будет делать запрос на их сервера и спрашивать, успешно прошла оплата или неуспешно, да, или платеж истек, то в таком случае сервис просто вернет ошибку и скажет, что данный IP-адрес, как бы, ему не разрешено делать запросы, поэтому вот это такое важное, собственно, уточнение. Вот, ну и то, на чем, наверное, стоит подробно остановиться, это токен криптобота, потому что у них все сделано очень грамотно, и есть у них отдельный тест-нет-бот, так называемый, да, то есть бот, который работает точно так же, как и обычный криптобот, но там тестовый, как бы, баланс, и, соответственно, если вы оплату делаете, то это ни в какие реальные деньги не конвертируется, и поэтому, но в то же время все работает аналогичным образом вместе, ну, то есть точно так же, как и в основном криптоботе, поэтому сейчас я вам покажу, как происходит оплата в криптоботе, и это будет аналогично оплаты в реальных деньгах. Первое, что вам нужно сделать, это зарегистрировать там собственное приложение, и, да, кстати, будьте внимательнее, когда заходите, потому что не знаю, каким образом, но почему-то при запросе крипто-тестнет-бот у меня первым был вот этот фейковый бот, который вообще непонятно, что делает, ну, я его как бы даже не запускал, но я просто по ссылке вижу, что он фейк, поэтому будьте аккуратнее и заходите только в официального криптобота. Распознать официального очень просто, у него более лаконичный, что ли, никнейм, и, что самое главное, у него здесь отображается, что вот у этого бота 86 с половиной тысяч пользователей в месяц, в то время как у предыдущего фейкового бота такой статистики не было. И самое забавное, что вот этот вот фейковый бот, он выдается в поиске реально, ну, то есть он как бы имеет больший приоритет, чем вот этот бот, поэтому у меня даже самостоятельно не получилось в поиске найти именно официального бота почему-то, и мне приходилось где-то вот в старых, значит, сохраненках выискивать, вот. Но вы, собственно, выбиваете просто вот этот вот никнейм, нажмете старт, крипто, крипто пэй, создать приложение, и выбираете пункт API токен, копируете его и вставляете, значит, соответственно, вот сюда. Все, приложение было успешно создано, и теперь нам нужно получить наши фейковые монеты. Да, кстати, напоминаю, что с обычным криптоботом все работает точно так же, то есть вы также создаете свое приложение, также здесь выбираете API токен, то есть все абсолютно аналогично, вот прям один в один. Следующий этап — это получение тестовой валюты, делается это вот в этом боте, TestGiverToneBot, переходим в него, жмем старт. Так, проходим капчу. После того, как мы прошли капчу, нас просят ввести адрес нашего кошелька, для этого возвращаемся сюда, и здесь находим здесь находим адрес нашего кошелька. Итак, в главном меню выбираем пункт «Открыть в приложении», и здесь выбираем «Пополнить», «Тон Коин» и копируем этот адрес. Переходим обратно сюда, «Контроль В», вставляем. И, как мы видим, наш запрос добавлен в очередь, пожалуйста, ожидайте. Сейчас мы получим нашу тестовую валюту и продолжим. Так, ну, в общем, что-то я уже минут 20, как пытаюсь получить деньги на счет, видимо, нужно подождать побольше, поэтому пока я жду, в общем, предлагаю уже перейти к разбору коду, потому что все, что нам толком осталось сделать, это ввести сюда... Точнее, нет, здесь же мы уже все ввели, поэтому все, что нам осталось, это разобрать, как работает код, в принципе, и после того, как мы это обсудим, я проведу, в общем, тестовый платеж. Надеюсь, к этому времени коины на мой счет поступят. И давайте сразу первое, что о чем хотелось бы рассказать, это база данных. Здесь она самая примитивная, и опять же, как я уже сказал в начале, данный ролик подразумевает, что у вас уже есть какой-то свой проект, да, и, скорее всего, у вас уже есть какая-то база данных, вот, поэтому первое, это у нас таблица users, да, то есть таблица с нашими пользователями. Здесь у нас есть ID, который просто как бы показывает, сколько у нас записей в базе, в принципе. Также есть user ID, это ID Telegram, name, поле, в принципе, не обязательно, просто так добавил, и баланс, да, то есть то, что мы будем, этот параметр мы будем изменять при пополнении, при оплате. На самом деле, это поле, кстати, тоже не обязательно, вот это с балансом, да, то есть здесь уже, смотрите сами, в зависимости от того, какой у вас проект, потому что у меня в некоторых проектах нет системы балансов, есть просто товары отдельные, и в базе данных есть отдельное поле с приобретенными товарами, и когда пользователь что-то оплачивает, ему, соответственно, в поле вот с товарами там в список добавляется то, что он оплатил, да, и, соответственно, выдается доступ к товару. Но что у вас должно быть обязательно, это поле label. Что такое label? Label — это уникальный идентификатор платежа, его запрашивают платежные системы, и, соответственно, он нам еще, мы будем его каждый раз использовать, когда нам надо будет проверить, когда нам надо будет проверить детали платежа, то есть оплатил человек платеж или нет. Поэтому, в принципе, базу данных своих пользователей вы оставляете как есть, и в нее только нужно обязательно добавить поле label. Ну, в принципе, называйте как вам угодно, я всегда называю label, можете назвать его как-нибудь там вроде payment ID или что-то в этом духе, но вот это поле должно быть обязательно. И также я здесь еще создал небольшую таблицу payments. Ее создавать на самом деле вообще не обязательно. как бы здесь это было сделано мною просто для личного удобства, потому что потом удобно можно смотреть статистику по платежам, да, в том числе я вот, например, в своих проектах эти данные визуализирую и строю как бы на их основе график, да, и уже потом по графику можно четко отследить, в какие дни, на какую сумму и сколько оплат было, да, и четко тут есть разделение по платежкам, да, то есть какие у нас тут есть параметры payment ID, это вот как раз здесь по сути будет наш лейбл лежать, user ID, это user ID нашего пользователя, это сумма платежа, amount, это статус, по дефолту стоит created, то есть создан, но также может принимать значение expired, то есть истек, да, или неудачный платеж, и также success, ну или successful, что означает, что платеж прошел успешно, да, также в поле date хранится дата платежа, и в поле service, как я уже сказал, информация о том, через какую платежку были оплаченные услуги, да, и, соответственно, потом все это можно удобно смотреть, например, в каких платежках больше создают, каких меньше, где-то может просто ссылку создают и не оплачивают, а где-то наоборот почти, почти все созданные ссылки оплачиваются, да, то есть в общем это так просто, ну, исключительно нужно для статистики, если вам это не надо, то вы можете в принципе удалить, не создавать эту таблицу, да, но в таком случае вам придется здесь немножко в файлах посмотреть, и убрать везде заполнение вот этой таблицы, потому что в каждом файле, соответственно, при создании платежа создается также запись в базе данных, и точно так же в обработке платежа, здесь, если, например, платеж успешно прошел, то мы заменяем статус, если платеж истек, то мы тоже статус заменяем, вот, поэтому, если вы этого не хотите, всем этим заниматься, зато удаляйте таблицу, и немножко придется подредактировать эти файлы, да, так, ну, давайте, значит, создадим, создадим нашу таблицу, так, значит, у меня возникла какая-то ошибка, поэтому я просто перехожу в папку с этим файлом, и запускаю скрипт, для этого пишу python3.sqlite.py, и здесь создается наша база данных, которую мы в последствии будем использовать, и да, кстати, вы, возможно, этого не знали, но если вы будете из корневой папки создавать файл, то он у вас и создаться в корневой папке, поэтому лучше вот так вот перейти в папку непосредственно с базой данных, да, и ввести вот эту команду, и тогда у вас файл вот этот вот sqlite.3, да, он появится в папке database, и будет уже использоваться вот здесь вот в конфиге. И давайте, кстати, сразу посмотрим файл, в котором описаны основные функции базы данных. Первая функция – это нужна для добавления новых пользователей. Собственно, ей мы передаем просто user.id и имя пользователя, которое, в принципе, не обязательно, потому что в Телеграме, например, не у всех есть никнейм, и вставляем эти данные сюда. Эта функция проверяет, существует ли пользователь с таким id в базе данных. Ну, в принципе, здесь, как вы видите, все уже прописано, да, то есть каждая функция и так, в общем-то, понятно, что делает, даже как бы по названиям. Вот это, например, обновляет лейбл, да, то есть обновляет платежный идентификатор. Это получает, это как раз чтобы потом смотреть. Это получает, в принципе, информацию о пользователе. Ну, так как у нас в базе данных по минимуму, то мы возвращаем только имя и баланс. Следующее, что у нас здесь есть, это обновление баланса. Как раз будем использовать после оплаты. И дальше уже идет таблица платежей, да, таблица Payments. Эта функция создает новый платеж. Эта функция меняет статус платежа на Successful либо Expired. Ну, и, в принципе, все. На этом база данных заканчивается. Все это лежит, напоминаю, вот в папочке Database, файле DB API. Ну, и давайте переходить уже к самому, наверное, интересному. Это наша проверка оплаты. Да, кстати, вот здесь тоже можете посмотреть, как тут что работает. В принципе, на самом деле, ничего сложного. Причем, опять же, здесь все расписано. Да и, опять же, даже по названию все понятно, что вот, например, Create Payment создает ссылку для оплаты. Единственный момент, который я хотел здесь прояснить, это то, что вот здесь в Targets вам бы желательно передать название своего приложения. Точнее, даже не желательно, а обязательно. Обязательно здесь пишите то, что вы прописывали при регистрации вашего приложения в U-Money. Это вот прям обязательно. Ну, а дальше уже, соответственно, все будет взято из конфига, потому что, опять же, здесь получатель это номер вашего кошелька, токен это токен, который вы получили. То есть здесь все уже, в принципе, все уже прописано, да. Вот можете посмотреть, как выглядит так же функции isExpired, isSuccess. Вот здесь как мы получаем информацию о платеже и все такое. Да, в общем. А, и еще по поводу криптобота. Здесь, в общем-то, для примера я использую сеть TestNet, но, как я уже сказал, для основной сети все работает абсолютно аналогично, поэтому единственное, что вам нужно будет здесь сделать, это вместо TestNet прописать MainNet. Это единственное, что вам нужно будет здесь сделать. Все остальное, в принципе, то есть будет работать одинаково. То есть просто меняете здесь одну константу, да, то есть ставите MainNet, и все, все будет у вас работать как надо. Ну, и давайте перейдем, собственно, к обработке платежа непосредственно. Здесь все наши импорты, да, и вот функция, которая проверяет платеж. В чем же заключается, собственно, вот эта магия, да, что у нас взаимодействие с платежками отдельно, но при этом общий скрипт, он один для всех, да. В чем же магия? Все очень просто. Вот то, что я вам показывал только что, да, все вот эти вот U-Money, CryptoBot, это все классы для работы с API. И, соответственно, здесь у нас просто есть, как это называется, словарь, да, в котором для каждого, для каждой платежки указан свой класс. После мы переходим вот в функцию ProcessPayment, да, то есть обработка платежа. И здесь мы создаем экземпляр класса, но того класса, который у нас указан в параметре систем. То есть если у нас будет U-Money, то у нас создается экземпляр вот этого класса. Если у нас будет IO, то создается экземпляр вот этого класса. Ну и аналогично для CryptoBot. И дальше здесь просто в коде мы видим использование методов класса, да, вот CreatePayment. И фишка в том, что во всех классах используются одинаковые функции, да, то есть функции, которые имеют одинаковое название и принимают одни и те же аргументы, да, то есть во всех классах для всех платежек, во всех классах есть метод CreatePayment. И во всех классах единственный аргумент, который принимается этим методом, это сумма платежа, да, то есть сумма чека, который будет создан. Поэтому, когда мы здесь пишем вот так, мы используем метод CreatePayment, он будет использоваться в зависимости от того, какой класс, экземпляр какого класса мы сделали, да, то есть если мы сделали, создали экземпляр класса U-Money API, да, то у нас, соответственно, будет использоваться метод CreatePayment класса U-Money API, да, и так далее. Поэтому, то есть мы один раз здесь выбираем нашу платежку и дальше уже CreatePayment будет создавать ссылку в зависимости от выбранного метода оплаты. И точно так же вот здесь вы можете заметить, что мы из этой функции получаем ссылку для оплаты и PaymentID, да, то есть наш лейбл. И опять же повторюсь, что во всех классах, соответственно, вот этот вот метод, он возвращает ссылку для оплаты и платежный идентификатор как раз-таки. Вот, поэтому, в общем, концепция так-то очень проста, но в то же время вот я ее нахожу для себя оптимальной и достаточно эффективной. Потому что, как я уже сказал, если мне вдруг надо будет изменить логику проверки оплаты, то изменение вводится только здесь. И, соответственно, как бы применяется сразу для всех платежек. Ну и здесь мы создаем в базе данных запись о созданном платеже. Здесь мы устанавливаем для нашего пользователя платежный идентификатор. Создаем ссылку для оплаты. В общем-то, эта функция как раз-таки просто делает, возвращает две кнопки. Первая кнопка со ссылкой, вторая кнопка — это просто отмена платежа, да. И мы отправляем сообщение, мол, перейди по ссылке, чтобы пополнить баланс. И дальше запускаем таймер. Соответственно, в течение 10 минут мы сначала делаем перерыв 30 секунд, да, то есть ожидаем, что пользователь совершит оплату, после чего у нас идет такой алгоритм. Сначала мы пробуем, получаем из базы данных лейбл и смотрим, если лейбл не равняется изначальному идентификатору, да, то есть тому, который мы здесь получили, если лейбл изменился, то мы закрываем наш клиент и в лог выводим, что платеж завершен, меняем также запись в базе данных, что платеж истек, и все, выходим из функции. Для чего это делается? Ну, как бы у меня логика отмены оплаты работает так, что когда пользователь нажимает на кнопку отмена, да, то есть отмена платежа, ему лейбл ставится, ну, по сути удаляется даже, да, и поэтому, когда после того, как пользователь отменяет платеж, вот эта функция, она смотрит, сравнивает лейбл пользователя с лейблом, ну, с изначальным идентификатором, да, и если эти переменные не равны, то мы выходим из функции, ну, потому что пользователь отменил платеж. Дальше смотрим, если платеж успешный, то мы опять же закрываем клиент, ставим, изменяем запись в базе данных, что платеж прошел успешно, также получаем баланс пользователя, новый баланс у нас это текущий баланс плюс сумма пополнения, и с помощью этой функции мы, как бы, пополняем пользователю баланс и редактируем текст сообщения, пишем, мол, успех, ваш баланс такой-то. Далее, если платеж истек, ну, на самом деле, вот в эту ветку кода, по-моему, я практически ни разу не заходил, потому что, как правило, платеж считается истекшим, ну, везде по-разному, но не за 10 минут, да, то есть у нас функция только в течение 10 минут проверяет статус оплаты, в то время как, я не знаю, наверное, в каком-нибудь ае, там, чуть ли не час, наверное, или даже больше часа дается на оплату, где-то там, может быть, 15 минут дано, где-то полчаса, но чтобы 10 минут, по-моему, такого короткого срока нигде нет, поэтому, как правило, до сюда даже не доходит, и мы потом просто, как бы, завершаем функцию, да, вот, но это я так, как бы, писал, когда еще не знал, что везде такие огромные сроки проверки, да, то есть, вот, я говорю, в некоторых платежках там много часов есть у человека, чтобы оплатить, ну, вы, как бы, можете сами менять, да, то есть, если вы, например, хотите дать человеку больше, чем 10 минут на оплату, то можете, соответственно, здесь это число менять, это в секундных, ну, я считаю, что 10 минут, ну, если человек хочет оплатить, то он за 10 минут успеет оплатить, если нет, то зачем нам оставлять вот эту функцию висеть в фоне, уж лучше ее завершить, и все это у нас завернуто в три-акцепт, и если у вас какая-то ошибка возникнет при проверке, да, то вы это, опять же, в логах увидите. Ну, и после того, как мы, после того, как у нас вот эти вот 10 минут истекли, мы, опять же, закрываем клиент, пишем вот здесь уже, опять же, что статус платежа истек, и меняем текст сообщения на то, что платеж обработать не удалось. Все, в общем-то, это весь скрипт, то есть, еще раз, если подводить, скажем так, итоги, то получается, что мы сначала создаем платеж, да, создаем ссылку для оплаты, после чего присылаем пользователю эту ссылку, и в течение 10 минут, каждый, ну, раз в 30 секунд проверяем статус платежа. Если статус платежа успешный, то у нас одна логика, если статус платежа истек, то у нас другая логика, если возникла какая-то ошибка, нам выводится информация об этом в консоль, ну, если за 10 минут пользователь ничего не оплатил, то мы, опять же, ставим, помечаем платеж как истекший, и редактируем текст сообщения, пишем, что нам не удалось обработать платеж. Все, то есть, вот так выглядит весь алгоритм обработки платежа, но напоминаю, что, как бы, для каждого клиента, да, функция создать, функция создания ссылки будет разной, например, вот в Ayo, функция для создания ссылки выглядит таким образом, то есть мы делаем прям запрос, да, и получаем информацию о нем, после чего из ответа вводим ссылку и сгенерированный Payment ID. Да, кстати, Payment ID, это... сейчас покажу, у меня, по-моему, отдельные функции есть для него, да. В моем случае Payment ID, это просто набор из 16 случайных ASCII символов и цифр. То есть все в этом плане достаточно примитивно, вот такую функцию я использую везде, и она генерирует, соответственно, наш Generate Label, генерирует платежный идентификатор, и здесь везде используется. В криптоботе, например, создание платежа выглядит следующим образом, просто создаем, используем метод CreateInvoice, да, и возвращаем ссылку на Invoice и Invoice ID. И в данном случае наш Invoice ID, это как раз и будет, кстати, платежный идентификатор, поэтому где-то я его сам генерирую, где-то его генерирует сам, в общем, ну, в данном случае, можно сказать, криптобот, да, вот. И в то же время, как я уже сказал, весь, сама логика находится вот здесь. Все, в общем-то, теперь осталось, наверное, только показать, как это все работает, как это все работает на практике, и давайте перейдем к нашему ботам, и я вам это продемонстрирую. В общем, к сожалению, у меня так и не получилось получить, извините за эту автологию, получить тестовый баланс, поэтому сделаю это с другого аккаунта. Да, и, кстати, перед тем, как это делать, наверное, надо бы запустить наш скрипт. Для этого пишем Python 3 и Python 3 main.py. Видим, что приложение запустилось, начало работать, и теперь давайте здесь пропишу старт. Вот меня здесь приветствует бот, и давайте напишем, отправим ему команду pay, и сумма, ну, пускай будет 60. Здесь нас просят выбрать метод, я буду показывать на примере криптобота. И вот, как вы видите, нам пришло такое сообщение, где мы можем перейти к оплате, а также отменить покупку. В общем-то, как я уже сказал, при отмене у меня просто устанавливается лейбл в ноль, и, соответственно, функция прекратит свою работу. И давайте я вам даже, наверное, покажу, как это выглядит в базе данных. Так, да, кстати, здесь мы видим вот логи, как, что была сгенерирована платежная ссылка, что вот идет проверка статуса оплаты. Давайте я открою новое окно терминала, и здесь с помощью утилиты LITLI покажу вам, как это выглядит в базе данных. Значит, первое, что у нас тут есть, это мой никнейм, да, и лейбл, то есть тот лейбл, который был присвоен нам платежкой криптобота. И следующее, что мы можем посмотреть, это таблица Payments, и здесь у нас, вот как вы видите, тот же самый Payment ID, User ID, 60, это сумма пополнения, Status Created, тип платежной системы криптобот, и дата, соответственно, сегодняшний день. Ну и давайте я теперь отменю оплату, отмена покупки, жмем, платеж отменен, и вот здесь теперь, давайте, наверное, перезапущу. Так, немножко не то. Да, вот, и теперь лейбл у меня стоит просто единичка, и сейчас мы увидим, что, да, вот как раз во время проверки функция видит, что изначальный платежный идентификатор не соответствует тому, который у нас стоит теперь, потому что теперь у нас лейбл просто один, в то время как изначально он был вот таким. И статус у нас теперь, соответственно, стоит expired. То есть мы видим, что платеж не прошел, поэтому мы его пометили как неудачный. Ну и давайте теперь попробуем совершить уже нормальный платеж, то есть нормально все оплатить. Так, к сожалению, приходится второй раз записывать процесс успешной оплаты. Что ж, давайте скопируем. Ставим. Выберем криптобот. Перейдем сюда. Дожмем старт. Тон. Оплатить. Дожидаемся завершения и возвращаемся в нашего бота. Соответственно, как я уже сказал, проверка статуса проходит каждые 30 секунд, поэтому дожидаемся, пока истекут эти 30 секунд. И когда наш скрипт проверит... Да, вот. Все. Как мы видим по логам. Оплата прошла успешно. Теперь мой баланс 60. И я ввожу команду me, чтобы убедиться в том, что мой баланс составляет 60. 60 рублей, 60 монет, 60 токенов, 60 чего угодно. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас теперь в базе данных. Вот, как вы видите, баланс у нас стоит 60. И если мы посмотрим на таблицу Payments, то здесь мы уже видим несколько платежей, да, из которых один не прошел, и еще два были успешно обработаны. Вот, собственно, на этом, я думаю, можно заканчивать. Я показал вам, как работает скрипт проверки оплаты, как и где, точнее сказать, находятся файлы, которые отвечают за взаимодействие с разными платежками, как это все выглядит в нашей базе данных. И теперь, в общем-то, можете спокойно интегрировать это в свой проект. И да, кстати, забыл упомянуть очень важную вещь, что у меня уже как бы все необходимые библиотеки были предустановлены, но в вашем случае, скорее всего, вам придется создать виртуальное окружение. Для этого пишем python3-m-venv и создаем окружение под названием dotvenv. И теперь, чтобы перейти в него, пишем source dotvenv bin activate. Все, теперь что нам нужно сделать, это написать pip install минус r requirements.txt. В общем, в этом файле хранится список всех необходимых библиотек, и чтобы их вот одним разом установить, нужно прописать такую команду, дождаться пока пройдет установка. Да, в общем, как я уже сказал, у меня просто все эти библиотеки уже были установлены, поэтому здесь мы видим, что у нас pip использует уже предустановленный iagram, и все остальные библиотеки тоже уже как бы предустановлены. Но у вас, скорее всего, такого не будет, поэтому вы прописываете вот эту команду и дожидаетесь, пока у вас не выйдет вот это сообщение о том, что все необходимые библиотеки были установлены. И после этого у вас уже будет работать этот скрипт, и вы сможете точно так же запустить бота, чтобы самостоятельно убедиться в его работоспособности. Но, опять же повторюсь, да, что делать в общем не обязательно, можно просто копировать папку payments и создавать новую таблицу в базе данных, да, и все это уже добавлять в свой проект. Все, пора уже закругляться. Длинный ролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok